Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, на канале Кухня без фанатизма. Сегодня у нас такие вот вкусные будут, типа пышечки, оладушки. Я беру 200 грамм кефира, добавляю сюда 1 треть чайной ложки пищевой соды. Пока что добавлю 100 грамм муки. Мука цельнозерновая. 100 грамм? 100 грамм пока, да, а там видно будет. И солю по вкусу, и всё перемешиваю. И получилась масса вот такой вот густой сметаны. 50 грамм зелёного лука мелко нарежу. Получится у нас такой вот быстрый вкусный завтрак. Причём витаминный и полезный. И теперь добавляю этот лук к массе. И туда же натру 3 отварных яйца. И теперь всё окончательно перемешиваю. И будем выпекать всё очень быстро. Мне кажется, так готовят часто многие. Единственное, что, наверное, не используют всё-таки цельнозерновую муку. Всё-таки вот этот вариант, он более полезный. Плюс я ещё в тесто сырое яйцо не добавляю. У нас и так есть отварные яйца. Поэтому я считаю, это уже сырое яйцо в тесте излишним. А ещё какие муку можно сюда добавлять, Марин? Муку можно кукурузную, можно гречневую. Можно овсяные хлопья перемолоть на блендере. В общем, любую полезную муку. И кукурузу тоже можно? Конечно, конечно. Ну, вот всё готово к выпечке. Вот такая вот густоватая масса, как хорошая сметана. В сковороду я добавила буквально две капли растительного масла. И смазываю всё сковороду. Прям две капли, два грамма. Да, 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 да. И выкладываем вот такие вот, типа оладушков. Нагрев небольшой. И выпекаем до золотистого цвета с каждой стороны. Ну, это где-то будет, наверное, минуты 3-4. Нагрев небольшой. Ну, вот уже они вот такие вот румяненькие стали. И переворачиваем. Переворачиваются легко и просто. И также готовим несколько минут до готовности с другой стороны. Если сковорода антипригарная, можно готовить вообще без добавления масла. Хорошо разогревать на небольшом огне. Ничего не приклеивается, не прилипает. Всё отлично получается. И таким образом готовим все оладушки до полной готовности. Сырой не будет? Нет. Можно, кстати, накрыть крышкой, допустим, на пару минут. Но они, в принципе, и так приготовятся, потому что они не такие толстые. А это можно было сделать в духовке вообще? В принципе, можно, да. Да, потому что... Можно. На противень и в духовку при 180 градусов минут на... Вообще, духовка всегда вынушает доверие, чем вот этого. Да, ну так просто быстрее. Не нужно разогревать духовку. И на небольшом огне как бы нормально всё. И ещё как ты говоришь, не у всех есть духовка, да? Не у всех есть духовка. Опять же, если ты утром хочешь быстро сделать, и чтобы не возиться с духовкой, там, разогревать её туда-сюда, быстро приготовил. Ну, вот на это блюдо, ну, 10-15 минут максимально хватает. Всё, Марина, всё объяснила, я всё понял. Ага. Смотрите, как они надуваются. Пышнеют прямо на глазах. Классные. Если пышнеют, значит, ещё сырые. Или нет? Нет. Я тебя сейчас прикончу, я тебе клянусь. Нет. Ну, пышнеют. Значит, нет процесс приготовления. Процесс приготовления, да. Мы же добавляли сюда соду. Реакция с кефиром идёт. Сода кефиром гасится. Происходит реакция. Они пышнеют. Тесто вот так вот поднимается. Когда ты сказала пышнее, это мне показалось, как ёжик собирается. Помнишь, ёжик? Да. Кстати, вот когда добавляете соду к кефиру, в массу вот эту приготовили, не надо ждать, пока эта сода покастится, пока пройдёт реакция, потому что, объясняю, вы добавили соду, и сразу реакция идёт. Сразу надо, добавляете начинку и выпекаете. Тогда они бывают пышные. А если подождать реакцию 10-15 минут, то реакция, наоборот, кончается. Они уже не такие. Да. Короче, она начнёт пышнеть уже в сковородке. Да. Смотрите, какая получилась вкусняшка аппетитная. Вот эта вся тарелочка, вот эти все наши зелёные оладушки на завтрак, всего-навсего пищевая ценность всех оладушков 710 килокалорий. То есть на двоих, на завтрак по 355 калорий, милое дело. Пищевая ценность на 100 грамм 158 килокалорий. Мучные, вкусные. Ну, считай, что пирожки едите. И смотрите, вот я разломала один. Вот такой вот он пышный, ноздрястый, пористый. Очень классный. Всё пропеклось, всё отлично, всё прекрасно. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, отличного настроения, успехов в борьбе с лишним весом. И до встречи в следующем видео. Пока-пока. Продолжение следует...